Встреча с городом. Радио Болтком. Мир не изменится, если мы не начнем с себя. Добро не появляется из воздуха. Его кто-то должен сотворить. Вместе мы это можем. Каждый вторник в 16 часов в эфире Радио Болтком. Программа «Зеленая лампа». А те, кто без нас не справится с бедой. И для тех, кто хочет помогать. Включи зеленую лампу, сделай звонок на благотворительный телефон. И подари надежду. Телефон для благотворительных звонков. 9-3-0-63-84. Плата за звонок 1 евро 42 цента. Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Зеленая лампа». После небольшого летнего перерыва мы с вами встречались в конце июня. И вот сейчас мы продолжаем нашу с вами совместную работу. Эта программа, напоминаю, что программа о тех, кому нужна наша помощь. И для тех, кто хочет помогать. А нас с вами много. Ведут сегодня программу Ольга Авдеевич. Здравствуйте. Я Рита Трошкина. И наша гостья – актриса Рижского русского театра имени Михаила Чехова, Елена Сегова. Здравствуйте. 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 Помогаем мы сегодня и, наверное, две недели даже. Эту неделю и следующую. Включаем зеленую лампу для малыша. Очень маленький мальчик. Ему 11 месяцев только. Зовут его Илья Кабаков. Живет он с мамой Волойной. И ему очень срочно нужна операция. Черепно-мозговая операция. Ситуация крайне острая и срочная. И мы чуть позже расскажем, в чем там дело. А пока напоминаем, что наш телефон 93006384 работает для маленького 11-месячного Илюши. Спасибо вам за каждый звонок. Вот нам и лампу принесли, которую мы забыли сразу поставить. Спасибо. То есть лампа на столе, все в порядке. В двух словах напомним, как, собственно, устроена и организована наша программа. Мы сотрудничаем с благотворительным фондом BeOpen. И для человека, попавшего в беду, который не имеет возможности сам оплатить какое-то серьезное лечение, либо это острая операция, либо это дорогие медикаменты, открывается специальный проект, заключается договор и открывается целевой счет. Мы анонсируем этот счет, рассказываем историю этого человека, этой семьи, этой мамы, этого ребенка. Историю мы публикуем на сайте mixnews.lv, в нашей рубрике «Зеленая лампа», на фейсбуке, на страничке «Зеленая лампа». И раз в неделю, по вторникам, вот сейчас это в 12 часов, по вторникам, в рамках пандемии перенесено было время, мы приглашаем гостя. Гостя мы приглашаем с тем замыслом, что это человек, с которым мы можем поговорить о доброте, о милосердии, об искусстве, о любви обязательно, о каких-то смыслах. И просим нашего гостя поделиться этой информацией на своей страничке в фейсбук. И у всех популярных людей много друзей на фейсбуке. И вот так работает эта цепочка добра. Ну и вообще нам есть о чем поговорить с нашими гостями. Вот сегодня у нас актриса Рижского русского театра, напоминаем, Елена Сегова. Она поэт, она автор стихов на музыку Раймонда Паулса для нескольких спектаклей и вообще много чего. Сейчас мы обо всем этом поговорим. Мы давно хотели Елену заполучить в нашу программу, и вот наша мечта сбылась. И таким очень хорошим, интересным поводом послужил новый проект. Недавно состоялась премьера, такая долгожданная премьера, как-то послекарантинная, у легенды латышской поэзии, о поэте Александре Чаке. И вот автор литературной композиции этого спектакля как раз Елена. Елена, расскажите немножечко об этой постановке, вот как она родилась, как вы над ней работали. Называется «Чак. Рига. Женщина». Дело в том, что мне театр предложил создать некую инсценировку об Александре Чаке по его стихам, и изначально думали по песням на его стихи. Вот. Но в тот момент, когда я стала копаться в его биографии, обнаружилось, что у него очень сложная судьба. Это человек, к которому переехали две войны и четыре эпохи. Он прошел через четыре эпохи, прошел через две войны. В начале, в Первой мировой войне он был медицинским сотрудником в санитарном поезде в России на гражданской войне. Его школа, Рижская Александровская русская гимназия была эвакуирована, и семьи были, детей эвакуированы. И он оказался в России, и там он поступил в медицинский институт, и как студент-медик был отправлен на фронт. Это человек, который, в общем, в действующей армии, он не оказался из-за плохого зрения. Потому что, как у нас сказано в нашем спектакле, потому что в детстве я слишком много читал. Чтение спасло мне жизнь. И он насмотрелся в своей юности, в своем совершенно цеплячьем возрасте, там, 18-19 лет, он насмотрелся такой боли, такой трагедией, и такого ужаса, что потом он всю жизнь очень нежно относился к миру, к людям, к животным. И это видно в его стихах, и то, что с ним происходило потом. Но я не хочу спойлерить, как сейчас говорят. Но всё, что с ним происходило, он был глубоко интеллигентный, нежный, тонкий человек, очень тихий в жизни. А в стихах это был громозека, громыхающий такой парень, который говорит о справедливости, о боли, о равнодушии, обо всём, о чём угодно, и говорит об этом громко, ясно, таким размашистым стилем, шагом. Потрясающий поэт, что говорить. И, конечно, стоило о нём задуматься. И хотелось, когда я закопалась во всё, что с ним связано, я поняла, что очень хочется для него отдать ему какую-то дань памяти, чести, любви, уважения. Потому что человек действительно потрясающий. Он никого никогда не обидел, он никого никогда не предал. В любые времена он никогда не перешагнул через чью-то судьбу. И он, по всей видимости, он ещё и не умел просить помощи. Вот, кстати, это, вот, Лена, Вы сформулировали тему. Подвели нашему любимому вопросу. Тема возникает в нашей программе всё время, потому что очень сложно просить помощи. Очень сложно. Это действительно. И в основном наша программа посвящена помощи детям. И ребёнок сам помощи не просит, должна обратиться его мама. И, как правило, эта мама, она себя очень долго готовит, она себя очень долго ломает. И хорошо, если рядом окажутся друзья, родственники, знакомые, которые поддержат и просто заставят обратиться за помощью. И вот наша история, история, ну, вот, невероятная, какая-то несправедливая очень и очень трогательная. Подробно её можно прочитать. Вот мы говорим на сайте mixnews.lv в рубрике «Зелёная лампа». Практически из-за того, что в Латвии сделали… Там фотографии Илюши тоже. …сделали ребёнку некорректную операцию, которая не дала позитивного результата. То есть нельзя говорить, что это врачебная ошибка, пока это не признано. И мама так не формулирует. И сейчас, чтобы исправить положение, то есть операцию нужно переделывать, ему надо доставать… Операция на черепе. Черепно-мозговая. Ему вставлены титановые пластиночки. И на фотографии, которые у нас иллюстрируют нашу публикацию, видно прямо, что шов у ребёнка на тот момент, это послеоперационная была фотография, от уха до уха. Когда мы уже были у него в гостях, вот несколько дней назад познакомились, уже этот шовчик закрылся, зарос, и очень милый, очень обаятельный, трогательный, живой, шустрый малыш, очень такой приятный. И мама, она очень стеснялась, и она до сих пор очень стесняется, что ей пришлось обратиться за помощью, потому что это вопрос спасения мальчика. Операцию эту нужно успеть переделать, сделать её корректно до года. Ему сейчас 11 месяцев. Она направила запросы в несколько клиник в Россию и в Германию, получила ответы. И все ответы аналогичные. Да, из больницы имени Пирогова, из исследовательского центра имени Алмазова, это в Москве, в Петербурге, из немецкой клиники Асклепио, Сан-Августин. И остановились всё-таки на российских докторах, потому что это дешевле, это ближе, и это не нужны расходы на перевод, на переводчика. Всё-таки коммуникация более простая. Его готовы принять, и успокоили её, сказали, что... Ну и цены, наверное, тоже. И что нормальный шанс, просто это надо делать. И естественно, что в России огромный опыт, потому что много детей, а у нас подобного опыта нет у наших хирургов, потому что 2-3 таких случая в месяц, естественно, это вот то, о чём мы говорили. О том, как сложно просить помощи, и о равнодушии, потому что вся надёжда сейчас на каких-то неравнодушных просто людей, которые откликнутся и помогут. Ну вот мы не будем там очень много деталей сейчас даваться, просто вы можете всё подробно прочитать, там всё подробно описано, подтверждено документами, у мамы всё это есть. Напомним только, что телефон 93006384 евро 42 цента за звоночек работает для маленького Ильи Кабакова, чтобы как можно скорее можно было сделать ему операцию. Маме надеяться больше не на кого, она живёт с ребёнком одна. Ну, напоминаем, что наша гостья сегодня Елена Сегова, актриса и поэт. И мы остановились, прям прервали даже, да, вот, как сказать, тема такая пересеклась. Пересеклась, ну, конечно, потому что я вот вас расспрашивала же перед передачей о судьбе человека. Вообще, когда вы мне предложили поучаствовать в этой программе, я как раз об этом думала, насколько людям трудно всегда обратиться за помощью. Когда есть возможность помочь, это приятно и легко. Ну, вот минимальная возможность. А попросить во все века, наверное, было трудно, а в наше время невыносимо трудно, потому что если раньше благополучие было, как бы, таким уютным обстоятельством, то в наше время оно превратилось в такую моду. И если ты не совсем благополучен, ну, ты какой-то немодный. И человек, который оказывается в неблагополучных обстоятельствах, он... Старосортным себя ощущает. Он ощущает себя... Нет, сначала, если приходит какая-то беда, сначала же и друзья, и знакомые, все бросаются на помощь. А потом наступает момент, как пересматривать грустное кино. Ну, ты же не будешь его пересматривать каждый день. Ты всплакнул разочек, ну, и как бы дальше комедии, все хорошо. И от человека, как это ни было бы страшно, ни от жестокости, даже ни от равнодушия, а может быть, даже, кстати, из страха столкнуться с чем-то похожим, постепенно отдаляются люди, которые позавчера могли с ним обсуждать какие-то сплетенки с работой. Вот все об этом говорят. Конечно, потому что это же не... У меня мама когда-то сломала ногу, серьезно сломала, тяжело. И вот она лежала в больнице, ее навестила подруга, которая впоследствии их общения сказала, знаешь, с тобой стало совершенно невозможно общаться. Фокус был в том, что она ей рассказывала какие-то обычные повседневные неурядицы. Мама ей не возражала, она ее выслушивала. Но она смотрела на нее глазами человека, который просто счастлив от того, что ему разрешили вставать и ходить на костылях. И это... Ну, в разных измерениях. Да, это настолько разные, диаметрально противоположные вещи. И, конечно, я понимаю, что... Я надеюсь, что от мамы Илюши не разбежались все подружки, но я понимаю, что наверняка разбежались многие. Вы знаете, вот там была такая... Она рассказала одну маленькую историю, и мы просто до слез были растроганы. Она, конечно, очень так немножко замкнулась и очень хотела, чтобы никто вообще не знал про ее беду. Вот первая такая реакция. Но это невозможно одному так продержаться в такой ситуации. И она познакомилась, гуляя с Илюшей, на площадке детской с такими же мамочками, девочки мои, как она говорит, с девчонками, поболтать там где-то выходила. А потом она попала в ситуацию, когда нужны были очень срочно деньги, денег не было, она решила продать велосипедик маленький. А пособие еще через пару недель только. Пока перекрутиться до пособия, продать этот велосипедик. И подала объявление в интернет. И ее эти знакомые девочки, мы сейчас говорим в надежде, что они нас слышат, и, в общем-то, спасибо им, говорим, за это. А они пришли к ней домой. Они запеленговали. Телефон позвонили. Вычислили, что это ее телефон. Сделали вид, что кто-то покупает этот велосипед, чтобы не смущать ее. Не обидеть ее. Дико тактично это все сделали. Пришли к ней с деньгами и сказали, мы его купили, вот мы его дарим обратно. Ну, прекрасные люди. Представляете? Ну, это действительно, вот такие вот случаи, это, конечно, там не великие деньги. Это, конечно, не подвиг. Но такие вещи помогают, как-то жить помогают, даже тем, кто просто слышит об этом. Конечно. Потому что такие вещи, они немножко в другом измерении уже где-то оцениваются. А как правило, вот мамочки, у которых детки с ДЦП или с аутизмом, они через какой-то период времени оказываются в такой ситуации, что старые знакомые отдаляются. Отдаляются и потом даже исчезают. Ну, вот мы про тоже говорим, да. Ну, пересматривать грустный фильм в 500 раз каждый день. Поэтому очень многие мамы, они после программы нам звонят и говорят, что они не ожидали, сколько они могут получить тепла и отзывчивость от совершенно незнакомых людей, которые после публикации или после программы откликаются и предлагают свою помощь. Вы знаете, даже и соседи иногда живут рядом, не знают ничего. Вот вдруг прочитали или услышали, приходят и говорят, а что ж ты не сказала. А человеку трудно сказать, конечно. Трудно, трудно. Мы с мамой остались одни, когда папа погиб, мне было 6 лет. И я помню, ну, тут еще характер моей мамы, для нее было настолько невыносимо, что теперь, если что, мы сами не справимся. Для нее эта мысль была просто невыносима. И она справлялась со всем, она всему училась сама. Я научилась что-то дома чинить, и она мне сказала, все, нам с тобой рассчитывать больше не на кого, у нас есть своя голова и свои руки. Все. И мне было 6 лет, и у меня это вдолбилось в голову, и я понимаю, что с другой стороны, я потом шутила, говорю, мам, что ж ты мне не сказала, что у меня еще есть свои ноги, например. Может быть, мне это помогло бы в какой-то момент в жизни. Но застряло в голове, что ты должен, обязан справиться со всякой бедой сам, но только дело в том, что не со всякой бедой справишься. И бывало такое, что мне там ночью кто-то, это непонятный человек, всю ночь у меня стучал в дверь, я одна, мама в больнице была, я там девчонка еще, и стучат, разговаривают, какие-то глупости говорят. Я сидела, разговаривала с этим непонятным человеком через дверь, думаю, как бы он не догадался эту дверь плечом допихнуть, собственно говоря, дверь на тот момент была так себе. И потом наши соседи из дома напротив говорят, ты почему ты не сказала? Мы бы пришли с сыном, решили этот вопрос в секунду, он бы улетел в полицию без вопросов. Ты что? Говорю, ну я не знаю. А нет привычки просить. И нет понимания того, что ты можешь на кого-то рассчитывать. Но зато, когда люди предлагают помощь сами, это рождает такую благодарность сумасшедшую, такое ощущение чуда. И я знаю, что вот мой отчим, он был травматолог, и он оперировал детям нарушение зоны роста, ну это руки-ноги. В чем фокус? Если это поздно, то это поздно. То есть если это взрослый человек, то у него эта рука останется короче, эта нога останется короче. А если это ребенок, то у него все восстановится. И это будет абсолютно здоровый, полноценный человек. И сейчас мы можем вот так вот помочь этому человеку, чтобы он дальше бегал, ходил и жил всю жизнь с ощущением, что однажды в его жизни уже случилось чудо. Это будет человек, который будет верить в чудо, и который точно будет хотеть подарить тоже чудо кому-нибудь еще. Абсолютно так. Лена, вот вы сказали про папу, что вам было 6 лет, когда его не стало. Расскажите про папу. Папа был легенда. Папа был легенда. Папа был артист нашего театра. Тогда он назывался еще Рижский театр русской драмы. Он был очень ироничный человек, очень умный. Как все говорили, это ему даже мешало учиться в театральном, потому что ему... Скажем, что папа – это Владимир Сегов, и старшее поколение наших театралов прекрасно его помнит. Легенда театра. Даже сейчас, когда приезжаешь куда-то на гастроли, появляются зрители и спрашивают, а где Сегов? А когда вы проанонсировали ваше участие в программе, тут же пришли читатели и написали. Это того самого Сегова, дочка? Ну да. Это было то поколение, когда брат Михаила Боярского, Александр Боярский играл вместе с вашим папой на сцене. Они дружили. Да, это было потрясающее совершенно поколение, потрясающая эпоха. На самом деле, все, что я помню из детства, людей, которые были настолько увлечены профессией, настолько были увлечены вообще жизнью, миром, людьми, они все замечали. Они обобщали какие-то... В пьесах находились такие вещи... Я папины пометки, допустим, он Свидригайловой играл, и там был у них мюзикл. Да, виновен я вполне, но не в этой смерти. Не в этой смерти, не в смерти жены, что он объясняет Свидригайлов, что он не убивал своей жены. А папа подчеркнул вот это не в этой смерти и сбоку написал, не в этой жизни я виноват. И он играл не в этой смерти, как всю жизнь, видя, как смерть Свидригайлов. И я думаю, это как надо обобщать все события, которые происходят. И вот я сегодня смотрю на вас, я знаю, что моя мама играла искру в гнезде глухаря, а искра – она человек, который перебирает письма. Письма людей в редакцию, когда люди жалуются, плачут. И я вот смотрю на ваши глаза и думаю, ого. И папа маме сказал, она говорит, я что-то, говорит, вроде всё правильно репетирую, а что, чего-то мне не хватает. А он говорит, а ты представь себе, какие она письма каждый день читает. И она дальше всю роль стала строить, исходя из того, что она каждый день видит боль, а живёт в безумно богатом и обеспеченном благополучном партийном доме. И всё, что вокруг происходит, для неё это такое… И всё, что она видит, фильтруется через ту информацию, которую она каждый день получает. Ну и как они были вообще? Они книги, увлечены книгами, увлечены сам из дата тот, который бесконечно передавался в театре. Но это время было такое. Лена, а именно в то время, когда вам было всего 6 лет, вы впервые вышли на сцену. Расскажите эту историю. История сохранила этот факт. Это мы репетировали с папой вначале, но с папой мы на сцену так и не вышли, потому что вот его не стало, и папа меня привёл репетировать в спектакль, не был, не состоял, не участвовал. Девочка должна была быть пионерка, но подходящей пионерки в театре не было. Вот, и поэтому он сказал Семёну Михайловичу Лосеву, что он приведёт свою дочку, и ей 6. Значит, Семён Михайлович Лосев уже сразу испугался, потому что он понимает, что такое 6. Это октябрёнок. Это ещё не октябрёнок. Это ещё даже не первоклачник. И мне дома весь вечер читалась лекция про то, как надо себя вести на репетиции. Как пионеры себя ведут. Как нельзя останавливаться, если ты что-то пробуешь, нельзя останавливаться, пока режиссёр тебе не скажет «стоп». Нельзя то, нельзя это, надо так, так и так. И мы пришли, значит, с папой, пришли на эту репетицию. И Семён Михайлович, который увидел вот это «шесть», он не знал, как со мной разговаривать, поэтому он разговаривал через переводчика, то есть через папу. И он так, а она может отжиматься? Папа мне говорит «отжимайся». И я, значит, падаю в упор лёжа и начинаю отжиматься. И Семён Михайлович обрадовался, что дитё может отжиматься, всё круто. И он продолжает о чём-то по пьесе говорить с папой, папа так слушает, слушает его, потом говорит «Семён Михайлович, я, конечно, всё понимаю, но может вы её остановите, она же маленькая». Пока не сказали «стоп». Вот, пока не сказали «стоп», а джимайся. Дяденька не сказал, что она ещё режиссёр. Настоящая пионерка. Ну, как объяснили. А потом получилось так, что когда папа не стал, я там не репетировала, я не хотела никого другого называть папа. А потом были гастроли в Москве, театр готовился, и девочка, которая играла дочку, играл уже Герман Николаевич Сизов, она не могла поехать в Москву. Какие-то у них семейные обстоятельства были. И тут я маме заявила, что я хочу играть. И этому обрадовался Семён Михайлович. Естественно, я всё помнила. Я помнила всю роль, всё. И мы приехали в Малый театр. Меня совершенно потрясла эта атмосфера, потому что там эта атмосфера сохранилась поныне в большей мере. Но меня там потрясло, что я бежала по этим коридорам, удивительным залам, и вдруг женщина в возрасте, останавливается билетёр, открывает передо мной дверь и говорит, пожалуйста. А мне шесть всё ещё. И я говорю, почему? Вы же старше. Она говорит, вы выходите на сцену. И я поняла, что это такое, что это какое-то вот такое вот отношение к актёрам в Малый театр. Какое должно быть? Да, наверное... А, да, должно быть. Да-да-да. Скажем так. И когда я вытащила потом кучу цветов, мне подарили и после этого спектакля зрители, но я очень хорошо понимала, что это не мои цветы, это папины цветы, абсолютно однозначно, потому что очень многие зрители его ждали. и, не дождавшись, подарили ребёнку. И я с этими цветами, я несла охапку и маму охапку, я падала на лестнице, потому что они были немножко тяжелее меня, по всей видимости. Вот, все очень волновались, что у меня начнётся звёздная болезнь. Я всем взрослым... Я понимаю, что это папины цветы. Вот, ну, такой дебют. Ну, это, да, самое смешное, что я выздоровела, потому что я по дороге в Москву умудрилась простудиться. У меня была температура 38,5, вышла на сцену и выздоровела. Ну, это говорят, что она лечит. Ну, да, вот лечат именно, да? Ещё какие-то есть у вас примеры того, что в плохом состоянии там каком-то выходишь? Да, полно. Головная боль проходит, насморк куда-то девается. Это всегда. Лена, ну, мы начали в начале программы с этой замечательной премьеры, премьеры о Чаке. Вернёмся к этому спектаклю, потому что он ещё будет играть. Давайте расскажем, где можно его увидеть. Ещё можно будет посмотреть. И вот такой вопрос. Когда вы работали над этим сюжетом, над этой биографией, что в биографии Чака вас, может быть, задело, поразило лично вас больше всего? Какой момент? Лично? Беззащитный человек. Он очень большой, очень добрый и очень беззащитный. Такой большой ребёнок, такой гулливер, который очень осторожно относится к людям, очень трепетно относился к женщинам. Почему-то о нём говорили, что он бабник. Ходил такой слух, что он бабник. Он не бабник. За всю его жизнь у него было три с половиной любви. Половина – это когда он был ещё совсем молоденьким, подрабатывал воспитателем в Драбише, в детском приюте. Он там влюбился в 14-летнюю девочку, но влюбился как? Он ей стихи подарил. Он был в неё влюблён, он на неё смотрел, все его осуждали за эту влюблённость. Но ему самому-то там было 23. Девочка из приюта? Нет, не из приюта. Девочка как раз совершенно благополучная. Он увидел счастье, которое у него не было, и влюбился. Ну вот третья часть – это название спектакля. Чак, Рига, женщина. Расскажите о женщинах, которые… Кто их играет? То есть четыре женщины. Три с половиной – это всё-таки четыре, да? Ну да, ну половина, потому что там не был роман серьёзный, там была влюблённость. Играем их мы с Никой Плотниковой, играем в очереди. Один спектакль, я, другой, Ника. Вот. Ну и… Ну это как? Это такой театр-сторитейлинг, в принципе. По принципу, по приёму. И у нас прекрасные музыканты, которые сопровождают всю эту историю. И вот расскажите, где это происходит? Это сейчас происходит, это могут прийти невакцинированные люди. Это происходит во дворике, вот знаете, где… Калькеварка. Где снимали Бейкер-стрит. Бывшие киногалереи. Нет, нет, нет. Калькеварка. Калькеварка – это ресторан в Старой Риге, там, где рядом профессор Плейшнер выпал из окна. Бывшая киногалерея. Вот. А, да? Да. Вот. И вот в этот вот дворик, там стоят столики. Но билеты всё равно приобретаются в кассе театра или на сайте. Да. Или в наш сервис. Там стоят столики, мы на улице играем, когда дождь, мы играем под зонтиками. Ой-ой-ой. Вот. Когда был один спектакль, на котором вроде дождя не было, но зонтики были, слава богу, открытые, но там у меня был момент, когда я сказала, он умер, и в этот момент пошёл ливень. И я так помолчала и думаю, да, явно этот ливень читал Станиславского и знает, что декорация к финалу должна трансформироваться. Спектакль. Вот, в общем, интересный опыт. Ну, вы знаете, очень сейчас вот в интернете, в социальных сетях очень хорошие отзывы, просто такие восторженные про этот спектакль, поэтому мы, дорогие радиослушатели, вам всем очень рекомендуем. У нас в гостях актриса, которая играет главную женскую роль, в паре с Никой Плотниковой, да, то есть вы не пожалеете. Ну, там очень много таких вещей просто затрагиваются, в том числе, которые у нас в обществе, в общем-то, стараются не обсуждать, но так как это история живого человека, мы всё обсуждаем. Мы напоминаем, что наша программа помогает на этой неделе и, наверное, на следующей маленькому Илюше Кабакову, которому 11 месяцев ему нужна очень срочная операция, которую нужно провести до года, черепно-мозговая операция в клинике, в российской клинике, в Санкт-Петербурге, да? И стоимость этой операции 11 тысяч, телефон 930-6384 работает для маленького Илюши, чтобы спасти ему здоровье. И история подробная на сайте mixnews.lv в рубрике «Зелёная лампа». И напоминаем, что наша гостья Елена, актриса Елена Сегова. Лена, а как вы начали писать тексты для театра? Это же вообще... Ой, это благодаря Нике. Значит, благодаря Нике Плотниковой. Потому что получилось как? Ей предложили... Ну как предложили? Её заняли в спектакле. А, это правильно говорить. Ей поручили роль в спектакле «Дибук». Она должна была играть Лию, главную женскую роль. И по замыслу режиссёра Тростенецкого все персонажи в этом спектакле разговаривали в прозе. Она единственная разговаривала, и её возлюбленный парень разговаривали в стихах. Таким образом он отрывал людей, которые существуют на уровне общения душ, от людей, которые существуют на уровне материального мира. Один раз Ника... Я не знаю, кто делал стихотворные тексты до этого, но Ника мне принесла эту пьезу, вот так вот ляпнула и меня на стол. Читай! Вот читай! Я читаю, а там трагическая любовь высокая. И тут я смотрю, какие-то ветерок, травка. И я как бы понимаю, что это вот этот ветерок и травка, они как-то немножечко не коррелируются с большой трагической любовью, которая заканчивается гибелью обоих героев. И я читаю, говорю, ну да, сопливенько. Она говорит, если ты мне это не перепишешь, я не знаю, как это играть. Я не могу это играть. Я не могу играть с этим текстом. Настоящие чувства. Это какие-то, говорит, это пасторалька. Там, говорит, только свирельки и овечек не хватает. Говорю, ну, Ника, во-первых, что значит, если ты мне это не перепишешь? Как, на каком... Мне 24 года. Это я сейчас... Она знала, что я пишу стихи из студии. Я в студии ещё писала стихи для спектакля «Золушка». Но это не было как бы никак указано. Но у нас несколько человек, которые писали для этого спектакля. Я лирическую линию писала, скажем так. Вот. И... Но это студенчество было. А тут 24 года. Я сейчас говорю, что сейчас я перепишу текст. И мы с этим вот припремся к режиссёру и скажем, «Здравствуйте, дяденька, берите наш текст, вас не устраивает». Или чей там написан. Я говорю, это же... Кто нас слушать будет? Ну, это же ерунда. Вот. Ника мне пообещала, что если я не попробую, она перестанет со мной разговаривать. А это всё-таки мой лучший друг. И я подумала, что это нехорошо. Села, попробовала написать что-то. И мы, как я и выше сказала, припёрлись к Тростенецкому, который тогда был художественным руководителем театра, с этой замечательной идеей, что стихи будут вот сеговые, а не вот... Кто-то там вам неправильно всё написал. Тростенецкий посмотрел на нас с глазами полными глубочайшей доброты и плохо скрываемой иронии. И сказал, хорошо, девочки, читайте. И улыбнулся. И я сижу красная и начинаю читать этот текст, понимая, что эта идея заранее проиграна, потому что... Ну, это несерьёзно, никто не будет воспринимать. Я дочитала, поднимаю глаза и вижу такого посерьёзнейшего Тростенецкого, который сказал, так... Я сейчас на неделю уезжаю в Питер, и я должен об этом подумать. Я должен об этом подумать. Оставь мне текст, или лучше не оставляй, я так об этом подумаю. И мы вышли. Ник, и зачем это всё? Ник говорит, нет, ну смотри, он же слушал-то внимательно. И вот мы вот так вот обсуждали, он через неделю приезжает, звонит и говорит, Лен, понимаешь, в чём дело? Я как-то так изначально иронично к вам отнёсся, конечно, но у меня всю неделю не вылезает из головы фраза, и думала я, что это имя Бог, а оказалось, это имя Ли. Там парень, который каббалист, он искал какое-то имя, он должен был найти имя. И он... И там была такая фраза, он говорит, только теперь всё это надо переписывать, потому что ты мне всё это распишешь под тому действию, которое мне нужно от этих персонажей. И мы с ним это всё переработали. Вот. И в результате это всё вышло на сцену, и я как-то так нормально-нормально работала, работала, работала. А потом, когда этот кусок начали репетировать, я сидела в зале, и у меня было такое ощущение, что на меня упала оглобля. Потому что там на сцене стоят артисты, и репетируют мои стихи. И это было, конечно, какое-то совершенно безумное ощущение. И Тростенецкий ещё хохотал, говорит, что, Ленка, твою пьесу репетируют? Ага, ага, когда тебе 24, это, конечно, сумасшедшая вещь. А потом в результате, потом через какое-то время, это были Ночи Кабири, уже Алла Сигалова ставила на музыку Раймонда Паулса. Потом мы сделали соло для актрисы с оркестром, где что-то было трансформировано из Кабири, потому что там всё-таки спектакль достаточно жёсткий, а здесь концерт. И Даму Парадейзе тоже я перейдила. Но если в Ночи Кабири меня театр предложил, как автора, типа, попробуй, то уже соло для актрисы с оркестром, это маэстро сказал, ну пусть это Ваша Сигова попробует. То есть как-то так всё... Как состоялось вот это вот творческое такое знакомство с маэстро, помните? Ну, я играла в спектакле Кэрри, где он аккомпанировал всему спектаклю. Это его мюзикл у Рояля. И потом, когда мы делали Кабирию, у него был такой момент, когда он говорит, здесь не хватает одного слога. И он что-то сказал, да. Я говорю, нет, не да, а всё. Он говорит, почему? Я говорю, потому что да, это да. А всё это как свист хлыста в этом месте. И он так, а, вот так вот вы думаете? То есть вы слышите в буквах ноты? Ну, тогда нормально. Он каким-то вещам очень смеялся, потому что на один музыкальный номер я написала абсурдистский диалог. Что такое абсурдистский диалог? Это когда все тексты, которые произносятся, допустим, ну, это один из видов абсурдистского диалога. Вот, допустим, сидит в кафе. И этот столик разговаривает об одном, тот столик о другом, бармен о третьем, и прохожий ещё ругается своей собакой. И если все эти тексты произнести подряд, получается полный бред. И я на один из номеров Паулса написала вот такой вот полный бред, когда идут актёры, актриса, она ему устраивает сцену ревности, он от неё отбрёхивается, за ними идёт Кабирия, которая восхищается этим артистом и обожает его в кино, и за ней идёт портье гостиницы, которая пытается её прогнать. И там что-то... Там так дробились эти тексты, получался такой абсурдистский диалог, но в песне. И сидел маэстро, который... А так было... Ух ты! Как интересно! Его это зацепило просто как способ, что происходит такой диалог, и Алла Сигалова очень забавно это поставила, потому что эти люди как бы... Они так из кулисы в кулису переходили в таком медленном танце, и вот так вот переругиваясь, один восхищается, другой ругается, третий ревнует, четвёртый прекрати, дорогая. И всё это на одну мелодию, как бы поя одну и ту же песню. А ещё на ваши тексты... Какие исполнители пели ваши? И Бусулис? Да, была ещё группа «Космос», Джей Стивер... Ну, Ника Плотникова. Ну, Ника, соответственно, Евгений Шур. Я боюсь, кого-то сейчас упустить. Если можно делать сборный концерт, артисты исполняют песни на стихи Лены Сигова. Да? А Раймонд Паулс? У рояля. У рояля. Вот хорошую мы идею придумали. Да... Можем, да, Лена. Ну как, это сформулировано, может быть, понадобится, и этот концерт может быть, даже может быть благотворительным. Благотворительным. Мало ли, как-то вот, чтобы идея не ушла в воздух, скажем так. Артисты нашего театра, вашего театра, нашего любимого театра, вот пять с половиной лет мы работаем, зелёную лампу делаем, и всегда, при первой возможности помочь, откликаются, все приходят выступить, спеть благотворительных вещах. Это вообще просто на слёз трогая. Конечно, а как? Артист, человек небогатый, единственное, чем может помочь, это спеть, почитать что-то. Мы даже так по-человечески учим. Хоть какую-то возможность, какая-то возможность есть. И я знаю, что у нас, да, у ребят и приютом для животных, и вот, ну как-то да. Как-то да. Лен, вы упомянули спектакль «Золушка», но, в принципе, вы играли в детских спектаклях. Это и «Золушка», и ёлочка, да? Играла, да. Да. А скажите, как-то на детскую аудиторию, на детского зрителя, на ребёнка надо настраиваться по-особому? Как это происходит? Вот ваше ощущение. У детского зрителя не обманешь, потому что взрослый человек, он, если ему скучно, он, ну, подумает о том, что ему, ага, надо ещё машины правую там, дверь чуть-чуть что-то подлатать, ещё что-то, пока ему скучно. А ребёнок, он начинает разговаривать, крутиться, отвлекаться, ему скучно. И мама моя и папа начинали свою работу в Тюзе, и маме, ей доставались роли лис, всяких хитрых, всяких вот таких вот отрицательных персонажей. И она говорит, я говорю, мам, почему ты меня так поздно родила? Она говорит, знаешь, я начинала свою работу в Тюзе, и очень сложно относилась к детям, потому что многократно была обстреляна из рогатки. То есть ребёнок – это очень искренний зритель. И если ты лиса, которая делает что-то вредное, то он просто захочет тебя уничтожить самостоятельно, чтобы помочь добрым, хорошим персонажам. Но у них был такой случай, когда принц пришёл к гроту, где закрыто, закопали его принцессу, которую он должен спасти. Ну и, как водится в драматургии, принц пришёл, с лопатой пришёл, стоит с этой, облокотился на лопату картинно, показал красивый профиль залу и стал произносить монолог. И в этот момент из зала раздался детский голос. «Да ты не разговаривай, ты рой, дядя, рой!» Спасай. Вот это дети. И если они видят просто, какой-то просто стоят люди на сцене разговаривать, ничего не взаимодействует, дети моментально это прокалывают. То есть они сразу это просчитывают в секунду. Вот дети, детей не обманешь, и дети правы. Потому что, как сказать, можешь помогать, да? Помогай. Не занимайся ерундой. Напоминаем ещё раз, что телефон нашей программы «Зелёная лампа» 9306384, Евро-42, центр «Зазвоночек» работает для маленького, 11-месячного Илюши Кабакова из Олайны, чтобы помочь ему оплатить очень серьёзную операцию, срочную и важную операцию. Лен, и давайте тогда последний вопрос. У нас буквально там пару минут осталось. У вас в репертуаре есть спектакль «Почти счастье». Вы там играли. Ну, традиционный вопрос. Что для вас счастье? Что для вас «Почти счастье» и что для вас «Счастье»? Счастье – это мгновение. И человек может назвать себя счастливым, когда таких мгновений в его жизни много. И даже может себя назвать счастливым, если они вообще в его жизни были. Потому что счастье – это чувство полёта, это когда ты абсолютно свободен. Вот у тебя есть это чувство свободы, и ты свободен от искушения, от греха, от злости, от обиды, от раздражения, когда ты чувствуешь, что, вы знаете, наверное, возможность помочь кому-то – это одно из счастей. Спасибо. Спасибо вам большое. Которым нашей программы была актриса Рижского русского театра имени Чехова Елена Сегова. Лена, спасибо огромное за такую тёплую душевную беседу. И напоминаем, что подробную информацию, подробный рассказ о мальчике, которому мы помогаем, вы можете прочитать на сайте mixnews.lv в рубрике «Зелёная лампа». И присоединяйтесь к нашей страничке в социальной сети Facebook «Зелёная лампа». Вели программу Ольга Авдеевича и Рита Трошкина. Всего доброго. До встречи через неделю. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...